Что такое даосские практики? Какую роль в организме играют почки и печень? Какие упражнения помогают восстановить их правильную функцию? Есть ли противопоказания к их применению? Какие еще даосские рекомендации? Смотрите видео до конца, узнаете, как несложными упражнениями можно поддержать здоровье таких важных органов, как почки и печень. Люди всегда стремились познать себя, найти универсальный путь решения физических и духовных проблем. Естественным способом постигнуть истину помогают духовные практики. Они основаны на саморазвитии личности, активации имеющейся в человеке энергетики. Одним из разновидностей такого философского учения является даосизм. Что такое даосские практики? Даосизм родился в Древнем Китае. Дао означает путь. Чтобы идти правильно по жизни, следует стараться достигать гармонии внутренней энергии и физического здоровья. Даосские практики – это комплекс упражнений, активизирующих внутренние силы организма, приводящие к улучшению самочувствия, повышению физической выносливости, снятию нервного перенапряжения и возбуждения, гармонии на духовном уровне. Даосизм учит человека, как использовать внутренние ресурсы для совершенствования общего состояния и нормализации работы всех органов и систем. Благодаря самоусовершенствованию каждый проходит путь от нездоровья к здоровью и гармоничному развитию личности. По теории даосизма существуют связи между внутренними органами и чувствами человека. Сторонники этой философии считают, что у каждого органа есть сознание, болезнь возникает при стрессовой ситуации, возникающей в определенном органе. Если человек научится справляться со стрессами, возникающими внутри него, то он постоянно будет оставаться здоровым. Среди оздоравливающих практик применяется внутренняя улыбка. Именно естественная искренняя улыбка заставляет двигаться энергии в нужном направлении. Такая улыбка исцеляет всевозможные недуги. Когда человек улыбается, то в его теле выстраивается правильная электронная последовательность, и это приводит к улучшению самочувствия. По даосским практикам следует каждое утро встречать улыбкой, обращенной к внешнему миру и каждому органу. Улыбка себе самому способствует оздоровлению всего организма. Даосизм определяет каждый внутренний орган как резервуар положительных и отрицательных эмоций, а не только как орган, выполняющий определенную жизненно важную функцию. Скопление негатива приводит к развитию заболеваний, избавление от него оздоравливает каждый орган и весь организм в целом. В теле человека важен каждый орган, и все они незаменимы и необходимы для сохранения жизни. Однако особое внимание стоит уделить тем органам, которые очищают тело человека, регулируют обмен веществ, способствуют нейтрализации и выведению токсинов и шлаков из организма. Это почки и печень. Перед продолжением просмотра приглашаем подписаться на канал, мы расскажем про народные средства и внутренние ресурсы организма. Какую роль в организме играют почки и печень? Почки являются парным органом, выполняющим целый ряд функций. Фильтрация и очищение крови от вредных продуктов метаболизма, конечных соединений происходящего обмена веществ. В результате того, что кровь проходит через почечные фильтры, ненужные элементы выводятся, а другие остаются в кровотоке. Поддержание водно-солевого баланса организма, осуществляемого за счет выведения избытка жидкости и ненужных солевых соединений. Почки устанавливают оптимальную среду, регулируют кислотно-основное состояние. Это и эндокринная железа, вырабатывающая активные гормоны, влияющие на деятельность надпочечников и тонус сосудов, регулирующие артериальное давление. Участие в метаболизме и поддержании внутреннего постоянства тела человека. Активизирует витамин D, участвует в синтезе глюкозы и белков. Печень является самой большой лабораторией организма. Она участвует в различных метаболических процессах, осуществляет одновременно очищение и образование биологически активных веществ. Ее роль не определить несколькими словами, ведь это многофункциональная система. В печени происходит нейтрализация токсических продуктов, кровь проходит обеззараживание и очищение. Вырабатывается желчь, принимающая участие в пищеварении, расщеплении белков, жиров и углеводов, способствующая усвоению необходимых организму ингредиентов. Метаболическая функция. Печень принимает участие в обмене основных веществ, таких как белки, липиды и углеводы, витаминов, гормонов и минералов. Она участвует в поддержании водного баланса. В печени депонируются вещества, поступающие в кровоток при критических ситуациях, здесь сохраняется неприкосновенный запас крови. Выделительная функция важна для удаления из организма токсичных продуктов, которые печень переводит в состав желчи, а далее они выводятся через кишечник. Печень участвует в кроветворении и образовании факторов крови, влияющих на свертываемость. Оба органа секретируют и выделяют ненужные вещества. Именно поэтому в них может скапливаться отрицательная энергия, свойственная токсическим продуктам. Правильной работе этих систем уделяют большое внимание даосские практики. Какие упражнения позволяют восстановить их правильную функцию? По своей духовной сути, как считают приверженцы учения, почкам соответствует сразу и страх, и нежность. Для печени – доброта и гнев. При правильной работе органов у человека преобладают смелость, рассудительность, спокойствие, доброжелательность. Для совершенствования печени и почек, поддержания их в хорошем рабочем состоянии, восстановления после заболеваний, выполняются несложные упражнения. Ходьба на коленях. Это простое упражнение, доступное многим и используемое людьми в разных частях света. Основно упражнение на том, что на коленях есть места, стимулируя которые происходит активация работы почек и печени, улучшается их состояние, устанавливается гармония тела и души. Начинать упражнение можно на мягкой поверхности, потом переходить на более твердое. Упражнение делается таким образом, чтобы усилие распределялось именно на колени. Встав на колени, следует постоянно передвигаться, продолжительность первых тренировок не должна быть более 5 минут. Потом ее следует увеличивать и довести до четверти часа. Выполнять надо каждый день. Сначала возможны болевые ощущения, но постепенно колени привыкнут и мышцы станут тренированными. Золотой петух. Это упражнение помогает повысить энергетический потенциал, приумножить силу за счет внутреннего воздействия на почки. Для выполнения упражнения следует встать и поставить руки на пояс. При этом глаза закрыты. Сначала поднять левую ногу и мысленно посчитать, опустить, теперь поднять правую ногу. Давая такую физическую нагрузку на ноги, а именно на стопы, происходит приток к ним крови, что активизирует каналы почек, находящиеся на подошвах. Это стимулирует омоложение клеток и тканей. Через положительное влияние на почки происходит воздействие на весь организм. Печень в организме отвечает за добро, но она собирает злость и раздражение. Чтобы очистить орган от негатива, выполняются специальные упражнения. На вдохе – поворот влево с подтягиванием области печени, на выдохе – разворот вперед со звуком «щу». Такое движение освобождает печень от гнева. Теперь следует повторить, но уже в другую сторону. Еще одно упражнение, позволяющее поддержать печень и почки, а вместе с ними и другие органы. Выполнять его можно сколько угодно раз, главное, чтобы достичь результата. На вдохе следует втянуть в себя живот, поднять промежность, а язык упереть в верхнее небо. На выдохе полностью расслабиться. На вдохе организм и все органы наполняются живительной энергией, а на выдохе из тела выделяется темное и нехорошее. Напишите в комментариях, как вы относитесь к даосским практикам. Есть ли противопоказания к применению упражнений? Обычно все упражнения даосских практик переносятся хорошо и не имеют противопоказаний к применению. Вот только золотого петуха не стоит делать тем, у кого проблемы с сосудами нижних конечностей. Данное упражнение не подойдет при варикозном расширении вен, наличии тромбофлебита и атеросклероза. На фоне увеличения нагрузки на ноги при стоянии на одной ноге ухудшается интенсивность кровотока в поврежденных органах, что приводит к застою, появлению отеков и декомпенсации процесса. Поэтому ходить на коленях можно и нужно, а стоять на одной ноге не стоит. Кроме проведения специальных упражнений, даоссы рекомендуют еще некоторые способы улучшения качества жизни. Какие еще даосские рекомендации? Древняя китайская медицина основана только на натуральных средствах для поддержания здоровья внутренних органов. Даоссы рекомендуют применять травяные чаи, употреблять овощи. Использование травяных чаев способствует очищению печени и почек, улучшению их функциональной активности. Применение напитков из лекарственных растений делает более интенсивным обмен веществ, выводит токсические вещества, нормализует температуру тела, снимают воспаления, помогают пищеварению и состоянию нервной системы. При помощи этих напитков достигается антисептический и противовирусный эффект. В качестве тонизирующих средств, улучшающих работу печени и почек, следует принимать клюквенный сок, разбавленный водой или сок из лимона, также выдавленный в простую воду. Питание с применением горячих и теплых продуктов, то есть тех средств, которые дают тепло внутренним органам, в частности почкам и печени. Использование согревающих продуктов нейтрализует влияние внешнего холода. В зимнее время для повышения энергетического потенциала следует использовать термическую обработку, варить компоты, тушить овощи. Подпитывать почки можно энергией земли, для этого достаточно удобно сесть и поставить стопы на пол. Через ноги по всему организму будет распространяться энергия земли. Также пополнить собственную энергетическую базу, активизировать работу почек и печени помогут упражнения на дыхание. При них во время вдоха происходит поступление энергии, которое распространяется по всем органам, наполняя их светом. По даотским практикам самое важное уметь вести внутренний диалог с органами, повышать их собственные ресурсы, приводить к единству духовного и физического. Применяя даотские практики, можно достичь совершенства, используя исключительно собственные ресурсы.